Гомель Гомельский район Гомельский район Гомельский район Гомельский район Гомельский район Гомельская овощная фабрика – одно из четырех хозяйств, объединившихся в агрофирму «Весна». В нее также входят совхозы «Восток», «Брилева», «Березки». Гомельский район и зараз заявляется одним из гарантов харчовой беспеки региона. Его доля у агульно-областной крови – 19%. На выставе, примеркованной до юбилею, уся вырабляемая продукция – от колбас, садовины и городины до разностайных консерваций. Суб «Брилева» – одно из старейших сельскохозяйств предприемств района. И оно было утворено еще в 1921 году, как военная господарка, военгаз, а после заканчения громадянской войны переименована в «Совгаз». Сегодня «Брилева» працуя по суспитных технологиях и по широку позиций, заявляется дидором у Беларуси. Причим, где дичина досягнутой поспехи зарастут, кажут об махчимости поляпшения и этих вынеков. Поступают новые гибриды и новая техника для обработки и так далее. Она не стоит на месте. Каждый год что-то совершенствуется. За последние годы мы очень много работаем на решение поля. Это дает полную гарантию правильных погодных условий, даже неблагоприятных, получать неплохое нужно. Основа экономики Гомельского района – сельская господарка. Эта ситуация верогодно заховается и в ближайшие 10 годы. Разом с ним, в оконавчем комитете огучивать планы по больше активному развитию агроэкотуризма и потребности приватных инициатив. Место знаходжения Гомельского района и преференции, которые предоставляют законодавство, позволяют реализовывать планы по створению на этой территории при отсылке по развитию недержавных предприемств. Гомельский район как бы престижный для развития предпринимательства, потому что существует ряд льгот для сельского жителя. А как бы тут можно назвать условно сельский житель, поскольку 5 километров от города Гомеля – это уже другие условия, преференции. Ну и, соответственно, рядом огромный мегаполис, который можно свою продукцию продать. Александр Гагиев Перший наместник министра спорту и туризму Беларуси Александр Гагиев наведал Мазыр. Он провел прием грамадян по особистых пытаниях и наведал объекты спортивной инфраструктуры региона. Подробязненности у корреспондента у телеканала Мазыр. Первый наместник министра спорта и туризма Беларуси Александр Гагеев на Мазыршине-Упершиню. Знайомство с районом поджалось из проема граждан по особистых пытаниях. Расповестия про найденные проблемы пришли керовники спортивных школ и клубов. Бодай самая актуальная тема – завершение будовництва спортивно-оздоровленного центра. У приватности его другого блока, который повинен стать домашней плясовкой жаношей волейбольной команды «Жамчужина-Полесе». Было несколько обращений по тем объектам, которые у вас не достроены на сегодняшний день, но надеюсь, что все-таки совместно и местная власть, и облсполком, и мы с моей стороны подключимся к этому вопросу, потому что действительно в городе есть спорт, и он действительно востребован. Как мне сказали, средний возраст жителей Мозырского района чуть выше 30 лет с учетом ваших учебных заведений, поэтому молодежи очень много, и те объекты, которые еще не введены, их, конечно, надо в ближайшие годы вводить. Александр Гагеев ознайомился и со спортивной инфраструктурой. У приватности наведал в учебно-спортивный комплекс в Училище Олимпийского резерва. Уникальный объект был реализованный в рамках программы «Хаспрам детям». Это же функциональный объект. По культу эксплуатацию введена первая черга. В залах тяжкие атлетики, агульно-физичные подрыхтовки и веславания каждый день занимаются будущие чемпионы. Комплекс призначен не только для тренировок. Тут спортсмены учатся и живут. Объект сегодня позволил, я считаю, училищу зажить новой жизнью. И если воплотиться еще второй этап строительства, то, что еще должно здесь быть, и залы, и бассейны, и так далее, то, наверное, это будет лучшее училище у нас в республике. Виктория Синицкая, Светлана Грудьков, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадио компании «Гомель». У «Гомели» почалась реализация пилотного проекта по укоронению электронных рецептов. Як чекается, первая из них поликлиники почнуть выдавать уже у гэты месяцы. Але еще весь первый квартал наступного года будь отведены на корректировку, означенных зауваг. На реализацию проекта только Гомельской городской детячей поликлиницы выдаткована 37 600 рублей. И еще 1 200 рублей в якости спонсорской допомоги сюда накировала фармация. За гэты сродки будут набиты 5 тысяч специальных карток. Протягне Максим Савин. Частку карток у поликлиницы уже отримали. Пакульяны заховываются в специальном сейфе, и только как выключение их демонструют в дымашной группе телерадио компании «Гомель». В принципе, ничего секретного тут нема. Уже у гэты месяцы их повинны отримать пациенты установы. На лиспочатку еще необходимо усталевать во всех кабинетах специальное программное забеспечение. При этом раж будет непросто заполнять электронные формы рецепта, але и при необходимости отримливать консультации. Это допоможет избегнуть помылок и призначать новые лековые сродки. Иногда лекарственные средства рекомендуют нам специалисты республиканского уровня. И какие-то новые препараты, которые только зарегистрированы на территории Республики Беларусь, но уже опробованы в других государствах, ведущие клиники наши республиканские назначают. Сегодня электронные рецепты у той цей иншей ступени иснуют в таких краинах, як Великобритания, США, Дания, Швеция, Финлянда и Австралия. Беларусь в этом сенсе не першопроходится, но это не значит, что никаких пытаний не возникнет. Ты же фармацевты, например, после сканирования штрих-коду, картки отримают доступ до электронной формы рецепта. Але на кольки свободными будут их деяния при необходимости замены леков. А про то, электронный рецепт не гарантует, что хворы, саправды, будут принимать призначенные урачом. Еще одно питание – выписка электронных рецептов подчас наведывания хворых по месту жихарства. Не то, как это было складано технично, но не потребует додатковых затрат. Должно быть у нас оборудование, то есть либо это планшет, либо любой смартфон, который должна быть интернет-связь, и по интернету тоже можно осуществлять выписку электронного рецепта. Пакуль проект будет иметь статус пилотного, но раньше будут выписывать рецепты в электронном выгляде и на паперовых носьбитах. Дарыши, первые картки со штрих-кодом, по яких можно провести идентификацию пациентов, будут выдавать бесплатно. Коли все отрымается с красавика наступного года, паперовые рецепты застанутся у минулым. Олег Синцюров, Максим Савин, Валера Игапанько от Телера, дает компания «Гомель». Капрызы небесной канцеляры не спыняются. Морозы изменяют резкое потепление, а снегопады чаргуются с дождями. Як выник гололед и риск отрымать травму литерально на ровным местце. На Гомельщине назирается повеличение количеств выпадков гололедных травмов. Некоторым из потерпелых потребуется хирургическая допомога. Об достижениях медицины, оперативной обстановки и галоны о правилах безопасности на льду нашему корреспонденту Ганне Ковалевой расповел галоны позаштатный травматолог-ортопед Управления ховы здоровья Гомельского облаконкама Юрий Кос. Здравствуйте, Юрий Кузьминович. Здравствуйте. Вот только что с операцией. Скажите, что была за операция, как она прошла? Операция была у пациентки 58 лет по поводу гололедной травмы. Произошел тяжелейший перелом голени. Операция прошла успешно. Пациентка чувствует себя хорошо. Расскажите, сколько обратилось людей с такими травмами и как давно они стали обращаться к вам? Обращаться с гололедной травмой пациенты начали буквально две недели назад. Когда произошли снегопады первые, затем морозы, и сейчас начал таять снег и таять след. Поэтому количество пациентов, особенно за последнюю неделю, значительно увеличилось. В настоящее время по городу Гомельо обращается в два травмпункта и приемное отделение областной клинической больницы до 70-75 пациентов. Последние 4 дня 20-25 пациентов – это пациенты с гололедной травмой. Но все-таки в основной своей массе какие травмы конкретно фиксировали за эти две недели, как люди стали обращаться? В первую очередь это повреждение лодыжек, голеностопный сустав. Более тяжелые травмы, конечно, перелом шейки бедра. Например, ребенок 3 года катался с горки на саночках. Ребенок падает, получает перелом бедра. Три года. И рядом же совершенно другой возрастной катинкет. Пациентке 78 лет. Шла в поликлинику буквально вчера. И на скользкой поверхности подвернула ногу, упала, получила тяжелейший чрезвертельный перелом бедра. Сколько таких пациентов вот уже? В нашу клинику за две недели поступило 8 пациентов с переломами шейки бедра. И в основном пожилые, да? В основном это пациенты старше 70 лет. Им требуется оперативное лечение. Мы стараемся, что если есть один малейший шанс для того, чтобы поставить человека на ноги, мы ему делаем операцию. Для пожилого пациента важно не лежать в постели, а быстрее оперировать, поставить его на костыли, на ходунки, научить ходить. Юрий Казимирович, ну вот раз уж мы подошли к этой теме, скажите, какими возможностями сегодня обладает медицина? Какие операции проводятся именно в вашей больнице? Может быть, как раз таки вашими руками? Насколько вероятно вернуть человека обратно к полноценной привычной жизни после самой тяжелой травмы? Наша клиника оснащена самым современным медицинским оборудованием, которое позволяет осуществлять высокотехнологичные и сложные операции на всех сегментах конечностей. Причем эти операции делаются малоинвазивно. Малоинвазивно – это щадящими дозами. Через минимальные разрезы. С использованием специальных устройств, так называемых электронно-оптических преобразователей, а проще говоря, это рентгенские аппараты в операционной, которые позволяют в режиме реального времени следить за тем, как правильно доктор осуществляет манипуляцию на костях и как правильно скрепляет эти кости. Юрий Казимирович, ну все-таки главная цель нашей с вами беседы – это в конце концов объяснить людям, как не попасть в число ваших пациентов. Вот расскажите, главные правила безопасности, какие они? Ну, главные моменты для того, чтобы себя обезопасить, они на самом деле крайне просты. Во-первых, в дни, когда имеется гололед, нужно, выходя на улицу, одеться таким образом, чтобы при ходьбе чувствовать поверхность земли достаточно широкой подошвой. Причем рельеф должна быть четкий, для того, чтобы сцепление землей было хорошее. Барышни любят каблуки. Да, но здесь, конечно, высокий каблук – это, опять же, предрасположенность гололедной травмы. Далее, нужно во время гололеда в эти дни выходить на работу за 10-15 минут раньше, чем вы это планировали. Потому что вы не должны спешить, не должны бежать. Все это предрасполагает к тому, чтобы получить гололедную травму. Ну, вот все-таки, если понятно, что падение не избежать, как, может быть, вот говоря в кавычках, упасть правильнее, чтобы минимизировать получение травмы? Ну, инстинктивно, конечно, человек падает, он растопыривает, образно говоря, конечности. Растопыривая конечности, увеличивается количество переломов. Все-таки нужно попытаться прижать руки к туловищу, ноги тоже, чтобы вместе были. И в этом положении все-таки упать боком. Вот, в принципе, все, что хотел сказать вам о гололедной травме. Я думаю, что если вы будете соблюдать вот эти все необходимые простые меры, то и травм будет меньше, и все будет у вас хорошо. И берегите себя. Белорусская хата на свят и богата. Выстава под такой назвой открылась и у Гомельским областным центры народной творчасти. Проект носит глубоко символичный сенс. Наведовальники могут убачить вязковую селянскую хату с проладами працы и народного побыту. Ближе я знакомлюсь с традиционной культурой белорусов. На выставе представлено народное ткацтва, вышелка и выробы у технице ласкутного шиття. Центральное место у экспозиции займают рушники. Сакральные предметы, которые несут в своих вышитых узорах совесть с природой, землей и протками. Главное мы это выставочного проекта заховывать и популяризовать нашу народную культуру. И на этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам пленнага дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин